Добрый день! В эфире Ирявунг ТВ. У нас в гостях международный эксперт по организации ветеринарного здравоохранения Грикор Грикориан. Вопрос в том, что на национальном уровне находятся, могу сказать, люди, существа, которые позволяют себе в обмен на какие-то преференции, может финансовые, может, не знаю, не могу сказать, но они соглашаются превратить свой собственный народ в подопытное животное и позволять, чтобы в отношении собственного народа применяли геноцидальные действия. Почитано, что от вакцин, от побочных эффектов уже скончалось 17 миллионов человек. Понимаете, что это за цифра? Это же геноцид. То, что имело место, это, несомненно, величайшая глобальная биологическая диверсия, в которой участвовали и глобальные организации, и правительства стран. И это должно получить свою соответствующую оценку, и виновные должны понести наказание. С точки зрения оружия массового поражения и оружия массового уничтожения, конечно, основными игроками в мире являются эти два полюса. Это Российская Федерация с одной стороны и США с другой стороны. Я думаю, что Российская Федерация не то, что может, она должна это сделать. И я думаю, уже руководство Российской Федерации может сначала нет, но сейчас уже появляется понимание того, для чего делаются эти объекты, чему служат эти объекты двойного назначения. Если бы первого того человека, который посмел открыть свой грязный рот в адрес армянской и святой апостольской церкви, если бы этот человек был наказан как следует, они бы не расплодились. Это шайка про турецких изменников, которая сегодня выполняет и служит интересам Турции, соседнего злокачественного государственного новообразования, которое оккупировало Арцах. Добрый день, господин Грикориан. Спасибо, что приняли наше приглашение. Благодарю за приглашение. Господин Грикориан, вот недавно США официально признали, что COVID-19 — это искусственно созданный вирус, и они профинансировали эксперименты по созданию этого патогена. Мы все помним, что еще в 2020 году вы говорили о том, что это искусственный вирус. Однако в то время многие специалисты в Армении, авторитетные эксперты считали, что коронавирус носит занозный характер, думаю, для вас признания США не стали чем-то таким вот неожиданным. Вы знаете, если говорить вещи, называть своими именами, то можно сказать, что это не было признанием. Мы все прекрасно знаем, какая борьба развернулась между республиканцами и демократами, борьба за президентское кресло. И вот в этом контексте, конечно, у республиканцев были, так скажем, казарные карты, которые они положили на стол. Вообще-то для зрителей «Ревунг ТВ» я хотел бы сказать, что в вопросе применения биологического оружия в США существует консенсус между двумя партиями. Существует даже двухпартийная комиссия по биозащите, в которую входят представители обеих партий, и консенсус в вопросе применения биологического оружия против геополитических противников США там не стоит. Консенсус был достигнут еще в 70-х годах, и программа по биологическому оружию продолжается, можно так сказать, с такими формальными перерывами, да юре перерывами, но не де-факто она продолжалась, с 51-го года, можно так сказать. А в 42-м Рузвельт одобрил эту программу, с 51-го уже это было поставлено, можно так сказать, на индустриальную основу в Соединенных Штатах. Что касается последних событий относительно допроса печально известного Фануччи и его подельника Питера Дашика, который руководит неправительственной организацией, субподрядчиком EcoHealth Alliance, то я могу сказать, что и в их деятельности ничего, можно так сказать, тайного не было. То есть они напрямую пользовались поддержкой USAID, USAID, которая партнер Министерства обороны США в вопросах здравоохранения, в вопросах биологической защиты. Центры по контролю заболеваний также, CDC, так называемая, которая подчиняется формально Министерству здравоохранения, они формально являются сетью правительственных учреждений при агентстве медико-биологической разведки США, которая находится в форте Детрик. Это самое засекреченное агентство, можно так сказать, если многие сегодня говорят про Детро, агентство по снижению угроз, которое является непосредственным реализатором программы по снижению биологических угроз США. Агентство по медико-биологической разведке, ну, дословно, Agency of Medical Intelligence, они больше остаются в тени, о них никто не говорит, но я могу сказать, что да, агентство располагает той информацией, которую не располагает даже Всемирная организация здравоохранения. Что касается самой Всемирной организации здравоохранения, то еще нужно выяснить, это Всемирная организация здравоохранения или это Всемирная организация здравоохранения агентства по медико-биологической разведке США. Это еще этот вопрос, еще в воздухе, на это нужно ответить. И вот документация, которая представлена, она у меня тоже имеется, вся переписка доктора Фаучи, ну, скажем, не будем говорить доктора, это может оскорбить врачей, будем говорить Фаучи, да. Переписка Фаучи, в которой он в ультимативном тоне, в настоятельном и безапелляционном тоне советует манипулировать данными и не говорить правду о происхождении коронавируса, вся эта переписка уже опубликована, это где-то 365 листов писем, да, между ним, между доктором Дашиком, ну, не доктором, да, опять будем говорить, между Дашиком, не будем оскорблять врачей, между различными и политическими деятелями, и техническими специалистами, это все доступно. И, в принципе, вы знаете, вот видеопленка уже опубликована нашими очень хорошими партнерами по телеграм-каналу Джин из Пробирки, которые очень оперативно, опять же, подчеркну, очень оперативно работают и очень полезную информацию выдают. Это все уже опубликовано, то есть препираться у них не было уже никакой возможности. А в 2021 году они очень, как говорил Высоцкий, знаете, упрямство – первый признак тупости, то есть в фильме «Место встречи» изменить нельзя. Они упрямо пытались доказать, что они не имеют никакой связи с этими экспериментами, что это не было профинансировано, то есть они были не в курсе. Но уже в 2024 году вот такая хорошая параллель проведена, где Дашик признается, что да, это было профинансировано Министерством обороны. Причем я Вам скажу, вот позавчера уже было принято решение приостановить все гранты его неправительственной организации, Сенат США. принес такое постановление, что в свете того, что вот такие обвинения предъявлены, а эти обвинения в принципе можно оценивать как обвинения в преступлении против человечества, в этом свете они решили приостановить гранты. Ну, опять же говорю, вот это все носит, это мое субъективное мнение, это все имеет чисто декоративный характер, и это в свете борьбы за президентское кресло, потому что и республиканцы, и демократы этой информацией владели. Есть комиссия Blue Ribbon Panel, панель «Голубая лента». Это военная комиссия, в которой представлены и республиканцы, и демократы. Ее называют комиссией слиперов, спящих, так скажем, это как бы тени, которые там выносят решение. И вся эта информация им была доступна. Другой вопрос, почему они об этом не говорили раньше и начали говорить об этом только в преддверии президентской гонки. Это значит, что вся эта информация у них была накоплена, и они просто ждали для того, чтобы ее выложить на стол. Почему я это все говорю? Я хочу, чтобы у зрителей тоже не складывалось такое впечатление, что республиканцы чем-то лучше демократов, хотя, хотя, в нескольких вопросах, конкретно, в вопросах применения биологического оружия и так далее, у республиканцев есть несколько принципиальных устоев, которые они пока еще не нарушали. Но, опять же, в общем и целом, консенсус по применению, по использованию биологического и токсинного оружия в качестве метода воздействия, в этом у обоих партий есть консенсус. А что касается, вот здесь, знаете, не вопрос, как бы, вот что сделал Фаучи или что сделала Всемирная организация здравоохранения. У нас проблема на национальном уровне. Вопрос не в том, что они делают. Мне кажется, всем уже ясно, каким кругом они служат, для чего они это делают. Вопрос в том, что на национальном уровне находятся, могу сказать, люди, существа, которые позволяют себе в обмен на какие-то преференции, может финансовые, может, не знаю, не могу сказать, но они соглашаются превратить свой собственный народ в подопытное животное и позволять, чтобы в отношении собственного народа применяли геноцидальные действия. Вот это реальная проблема. Ну вот, те эксперты, которые в 20-м году отстаивали в Армении необходимость проведения вот этих вот прививок, настаивали на том, что это все носит заонозный характер. Вы считаете, что тогда они тоже были в курсе того, что это, в принципе, не совсем толко, как нам это все представляют? Вы знаете, это очень мне неприятно говорить, но я тем не менее скажу. Я далек от мысли, что человек, который преподает, который является, к примеру, старшим преподавателем на кафедре эпидемиологии Медицинского университета, государственного медицинского университета Армении, он не имеет представления об эпидемиологии или эпизиотологии. Я далек от этой мысли, особенно в том свете, что он работает в программе США по снижению биологических угроз, по совместительству или в какой-то другой программе, которая является дочерней программой по снижению биологической безопасности. То есть этот человек или конкретно другие люди, которые это утверждали, они все имеют диплом врача, они носят белые халаты. И я не думаю, что они не специалисты. И конкретно вот или если они что-то не знают, всегда есть доступная литература, можно почитать, можно изучить. И в конце концов эпидемиологию не мы придумали. Там есть постулаты, которые нельзя просто отменить. Это не мы придумали. То, что они утверждали, это было сродни тому, что кто какой-то, скажем, гинеколог устал и за все услышания заявил, что женщина способна принести полноценного, жизнеспособного, родить полноценного жизнеспособного ребенка через месяц после беременности. Вот то, что они утверждали, было сродни этому. Но поэтому здесь у нас мы стоим перед дилеммой. Или это не специалисты, то есть если они ошиблись в таком масштабе, или они должны просто порвать свои дипломы и выкинуть, признаться, что они не специалисты, или они должны признаться в угоду кому они это все делали против собственного народа. А это уже требует юридической оценки этой деятельности, потому что если ты специалист, если ты публичная персона, если ты ведущий программы по здравоохранению и ты со всех каналов вещаешь о том, что очевидно не соответствует действительности и ничем не обоснованно, то здесь встает вопрос, зачем ты это делаешь? Если ты это делаешь за деньги, это не основание, потому что такие заявления в себе несут элементы целенаправленной дезинформации населения, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Непредсказуемые последствия в данном случае могли быть разные, от массового заболевания до населения очень многие предпочитают самолечение, которое могло также привести к плачевным последствиям. Эти люди это делали целенаправленно, они выступали больше, скажу. Есть сайты, я должен это уже сказать, и я никогда не считал себя стесненным называть вещи своими именно. Вот конкретно сайт, который финансируется, USAID, называется Media.am, и вот один из очень медийных персон этого сайта, специалист по информационным технологиям, очень часто советует людям, как избежать вирусов и так далее. Я, по правде говоря, имя его запамятовал сейчас, но я знал, что вот этот человек и размещает свое объявление, как уберечься от вирусов и так далее. Так вот, на этом сайте работала девочка Карина Газарян, которая с поразительным упорством печатала материалы, в которых пыталась дискредитировать меня и тех людей, которые пытались предотвратить нежелательное развитие событий, пытаясь представить народу обоснованной наукой данные, чтобы народ не вести его в неправильном направлении, чтобы дать ему хотя бы малейшее представление, с чем мы имеем дело. Ну, эта девочка достаточно преуспела, там целая серия статей, она их печатала, как будто другой темы тогда не было, пыталась всячески дискредитировать, говорить, что мы сторонники теории заговора, даже Азат Утсун Тиви, с телекомпанией свободы американской. С ними вместе делала видеоматериалы, в котором опять же обращалась к нам, говоря, что, причем с усмешкой, говоря, что вот есть такие специалисты, псевдо-специалисты, которые так считают. Но сейчас эта девочка как-то замолчала, мне бы было очень интересно, что бы она сказала сейчас на всю ту дезинформацию, всю ту грязь, которую она вылила за предыдущие годы, и тот грязный хлеб, который она клала себе в карман за счет того, что она целенаправленно дезинформировала собственное население. Вот таких девочек, я ее журналисткой назвать не могу. Я думаю, что если бы у нас в стране была служба государственной безопасности, у нее бы появился ряд вопросов, для кого она работает, и во имя чего она это все делает. И не только она, но люди такие, как Ваэтер Миносян, который вел программу по здравоохранению на одном из телеканалов, тот же Давид Петросян, доктор Давид, так называемый, который тоже активно отстаивал американскую точку зрения, тот же эпидемиолог, старший преподаватель кафедры эпидемиологии медицинского университета Арман Бадалян, нужно спросить, вы реально не знали или у вас не хватало знаний, а если не хватало знаний, по какому праву вы безапелляционным тоном это заявляли в различных эфирах, народ же вам верил, народ же вас считал специалистами, и вы не только вы целенаправленно ввели дезинформацию, вы также пытались дискредитировать тех людей, которые говорил правду, вы даже не пытались с ними связаться, не пытались войти с ними в диалог, в то время как я много раз говорил, я готов в открытом эфире вести полемику не политическую, а профессиональную, ничего такого не было, то же самое могу сказать о очень многих работниках Центра по контролю и профилактике заболеваний, которые являются уполномоченным органом в области здравоохранения и особенно иммунопрофилактики инфекционных болезней, там работают специалисты, я многих из них знаю, со многими из них я работал, я с точки зрения профессиональной, это высококлассные специалисты, здесь встает вопрос, почему они говорили то, что говорили, это не так, что я самый умный в этой стране и я не знаю откуда зарождаются, только я знаю откуда зоонозные вирусы берутся, ведь это наука, я думаю, что всех, кто работает с зоонозными болезнями, контроли, профилактики, работает в области контроля и профилактики болезней животных и зоонозных болезней, эти постулаты, аксиомы, эпидемиологии, они должны знать, но у нас произошло то, что происходит, знаете, то, что я могу не стесняюсь назвать, это было организованное преступление, я это считал преступлением, понимаете, потому что дезинформировать свой народ в области здравоохранения это особо опасно, вы знаете, что, например, в Ливии во времена Гаддафи очень многие преступления имели мягкое наказание, да, там, скажем, ну, конечно, мусульмане у них свои методы наказания, но смертная казнь полагалась за очень исключительные преступления, да, и одно, за три, по-моему, преступления полагалась смертная казнь, и одно из этих преступлений была подделка лекарств, то есть уже тогда Муаммар Каддафи это человек, которого я глубоко уважаю, в отличие от очень многих, которые его рассматривают как тирана и так далее, это человек, который самую нижнюю страну Африки превратил в самую богатую с уровнем образования, с которым считались в Европе и в Соединенных Штатах, этот человек буквально за 42 года сделал так, что его страна стала процветать, и вот этот вот человек, он говорил, что это харам, по-мусульмански, нельзя такого делать, вот то, что делали люди в белых халатах здесь, во времена этой психотропной атаки на наше население, это, можно сказать, тот же харам, тот же позор, и они должны понести за это наказание или, как минимум, ответить по всей строгости закона. То есть вот эта государственная политика по принуждению этих прививок, прививания населения, когда мы столкнемся уже с последствиями этого? Смотрите, мне очень часто говорят, что вы знаете, это везде в мире происходило, это не только в Армении было, это Всемирная Организация Здравоохранения заставляла, во-первых, Всемирная Организация Здравоохранения не может заставить, это императив, между прочим, я скажу для ваших телезрителей тоже, что в конце этого месяца состоится заседание Всемирной Организации Здравоохранения и Всемирной Ассамблеи Здравоохранения, во время которой будет обсуждаться вопрос вывода всех министерств здравоохранения из-под своих правительств и напрямую подчиняться Министерству Всемирной Организации Здравоохранения. Это будет означать, что Всемирная Организация Здравоохранения будет иметь влияние на все политические решения, которые принимаются в стране, то есть она сможет блокировать эти решения и она фактически будет и народным телом На теле тех государств, которые это признают. Это в конце этого месяца этот вопрос будет обсуждаться. Это вопрос подготовки к пандемии, которую они сегодня уже, эту глобальную биологическую диверсию, которую они готовят под названием болезнь Х. Но то, что вы сказали, принуждение. Смотрите, я никогда не был фанатом президента Беларуси Лукашенко. И особенно в свете последних событий я хотел бы еще раз подтвердить, что я не являюсь его фанатом. Его некоторые выражения в оккупированном врагом Шуши и так далее. Но я хочу сказать, что этот человек не пошел на поводу у Всемирной организации здравоохранения и во времена ковида. И он проводил совсем отличную политику. Отличную от других политику. То есть здесь вопрос был не в том, что заставляли, а в том, что национальные элиты в силу тех или иных обстоятельств пошли на сговор с этой организацией. Меня очень часто задают вопрос, а почему Российская Федерация, к примеру, последовала той же тропой. У меня есть свои соображения на этот счет. По моему убеждению, может я и ошибаюсь, но Российская Федерация в свете, а я думал, что Российская Федерация уже знала, что война неизбежна с нацистами. Российская Федерация своим этим шагом решила два вопроса. Первый, она обманула коллективный Запад, заставив его поверить, что она еще в его фарватере не посмеет ослушаться и будет следовать в западной атмосфере. И этим самым убедила глобалистические круги, что они ничего не подозревают, двигайтесь вперед. И во-вторых, что сделала Российская Федерация, она под, я так думал, под предлогом гонки в сфере вакцин, она просто не допустила захвата своего рынка иммунопрофилактики западными препаратами, которые сейчас в массовом порядке отзываются Астрозенекой, Бионтехом и так далее. Они же отзывают их с рынка в силу того, что массовые смерти и побочные эффекты. Руководство Российской Федерации, причем я допускал, что этого могли даже врачи не знать, потому что очень многие люди, специалисты в Российской Федерации, которых я очень уважал, они тоже делали такие заявления, которые не имели ничего общего с наукой. То есть это люди, которые имели авторитет, но, знаете, авторитет зарабатываешь всю жизнь, а теряешь его за какие-то несколько минут. И они делали такие заявления, от которых прямо волосы дыбом вставали. Это люди, которые писали монографии, писали книги и говорили, что они не специалисты. Было бы просто стыдно. Это ведущие специалисты. Здесь остается тот вариант, что или они играли в эту игру, не зная или не зная, не могу сказать. Но факт остается фактом, что Российская Федерация выиграла грязную гонку, чисто выиграла грязную гонку вакцин. Это раз. Не знаю, у меня не было шанса проверить иммуногенность этих вакцин и результат. Но я лично думаю, что это могло быть и плацебо, а не вакцина. То есть они просто не допустили, чтобы они защитили народ Российской Федерации, руководство Российской Федерации, просто защитило свой народ от этой пролиферации, вот этого какого-то субстрата, который называли вакциной, а на деле, понимаете, два-три дня назад уже какой-то, я помню, читал, я европейский ученый, заявлял, что почитано, что от вакцины побочных эффектов уже скончалось 17 миллионов человек. Понимаете, что это за цифра? Это же геноцид. Если не считать, что это конкретные этносы, это из различных этносов, это же организованное убийство людей. Вы недавно участвовали в Воронеже на медиафоруме с презентацией на тему биовоин и приводили примеры применения США биологического оружия. Интересно, какой был резонанс на тему вашего доклада? Вы знаете, мой доклад, он вообще был рассчитан на работников медиасферы, потому что очень часто мы видим сегодня вопросы биологической безопасности, биооружия очень часто муссируются в средства массовой информации Российской Федерации, но вот чувствуется, что подготовленных специалистов технически, чтобы освещать эту узкопрофильную сферу не так много, в то время как наши противники имеют специальные дивизионы журналистов, которые именно специализируются на освещении медико-биологических тем, тем биологического оружия и так далее. И вот поэтому я, поскольку меня пригласили выступать, я решил ознакомить наших коллег-журналистов, во-первых, с историей, то есть непредвзятой историей в соответствии с документальными фактами, чтобы они поняли, откуда это идет, какая-то давнишняя политика, причем эта политика зародилась в Европе и потом перекочевала с колонистами в Соединенные Штаты. Сколько сотен лет ничего не менялось, вот объяснить им, вот показать им основные принципы подхода, почему именно биологическое оружие, оно самое древнее и всегда было эффективным, но почему именно это? И ознакомить их вот с общей ситуацией, почему так называемые медико-биологические лаборатории, которые сегодня очень часто об этих лабораториях говорит и руководитель войск химической и биологической безопасности Российской Федерации и так далее, почему именно это, почему эти объекты считаются объектами двойного назначения, и что посредством этих объектов делают. И я конкретно привел пример на нашей стране и показал, что эти объекты двойного назначения, они фактически являются инструментами мягкой колонизации страны. Посредством этих объектов противник заходит на твою территорию и без ведения боевых действий просто оккупирует ее посредством мягкой силы влияния политического влияния, влияния на руководство страны, зачастую прямого шантажа руководства страны. И я думаю, что резонанс был неплохой, люди были заинтересованы, люди сидели, люди слушали, и даже несмотря на то, что времени поговорить более обширно не хватило, я думаю, что аудитории было интересно, потому что после лекции коллеги подходили, выражали свою благодарность, говорили, что они очень много нового узнали. И в том числе я также некоторые советы нашим коллегам-журналистам, к примеру, никогда не говорите американские биолаборатории, потому что де-юре — это выражение неправильное. Биолаборатории на балансе государства, принимающего государство. Если вы говорите американские лаборатории, американцы могут просто вам рассмеяться в лицо и сказать, покажите доказательства, что они американские, потому что они сидят на балансе этого государства. Понимаете, вот такие очень маленькие, но значимые моменты я на своей презентации обозначил, и я думаю, что я не претендую, что это... Это была самая длинная в моей карьере презентация, по правде говоря, но я думал, что она была полезна для коллег, и они сделали соответствующие выводы. Как минимум, при освещении вопросов по биологическому оружию, они в следующий раз будут учитывать, какие эти детали. И вот, пользуясь этим случаем, также хотел бы поблагодарить наших российских коллег, в частности, вот руководство Воронежской области, и также руководство РИА Новости Воронеж, которые организовали это прекрасное мероприятие на высочайшем уровне. Было очень интересно, очень насыщенная культурная программа, было очень много полезных знакомств, очень много нового там узнали, именно о Воронежской области. Я думаю, что вот участие в таких мероприятиях специалистов обмен опытом в конце концов приведет к тому, что нам удастся выстроить единый фронт защиты против этой заразы. Вот в России уже действует такой инструмент, как санитарный щит, около 56 референс-центров и так далее, больше других единиц, медико-биологического контроля. Но я считаю, что информационная подпитка имеет не менее важное значение, потому что, как я уже сказал в начале нашей беседы, и население Армении, и население земного шара было подвергнуто психотропному оружию сначала, перед тем, как применить биологическую диверсию, его сильно напугали. Это позволило сделать то, что они сделали, в частности, с вакцинацией. То есть они, откровенно говоря, обманули целый земной шар. Они заставили людей делать, сознательно причинять вред своему же здоровью, иницируя, делая инъекцию чего-то, что они не знали, что это такое, и у них не было гарантии, защитить ли это. И не было также гарантии, как будут ли побочные эффекты. Вот сегодня мы уже видим, еще тогда появлялись сообщения о смертях, о анафилактических шоках, о инвалидности и так далее. Сегодня это уже носит массовый характер, причем и подростки, и дети, и взрослые, несмотря на у каждого, в зависимости от резистентности организма, иммуногенности, истории болезней и так далее, проявляются по-разному. Но то, что имело место, это, несомненно, величайшая глобальная биологическая диверсия, в которой участвовали и глобальные организации, и правительства стран. И это должно получить свою соответствующую оценку, и виновные должны понести наказание точно так же, как это было сделано с теми, кто... Вот печально известный отряд 731, которые... Ну, американцы, конечно, сделали так, что руководство этого отряда избежало возмездия, но... Я думаю, вот именно вот то, что они избежали возмездия, привело вот к этой ситуации. Ну, вот эти биолаборатории, они действуют на территории Армении и во многих постсоветских странах. Известно, что это противоречит уставу ОДКБ, их деятельность. Может ли Россия или ОДКБ добиться проверок деятельности биолабораторий в странах-членах хотя бы ОДКБ? Знаете, я не знал, насколько есть юридические инструменты, каковы юридические инструменты для того, чтобы добиться этого. Я лично считал, что может, особенно в свете того, что буквально несколько дней назад руководитель Роспотребнадзора Попова, она объявила, что на территории России выявлено 47 новых вирусов, которые передаются комарами и еще 8, если не ошибаюсь, которые передаются последствием клещей. В свете такой угрозы, в свете того, что на территории Российской Федерации стали появляться экзотические патогены, ранее неизвестные патогены, я думаю, Российская Федерация имеет на это право. Но вопрос в другом. Выступая в 2022 году на презентации фильма «Лаборатории дьяволов», в которой я тоже имел честь принимать участие, это была передача «Большая игра» на общественном российском телевидении, я просто сказал своим коллегам, что необходимы жесткие меры, упреждающие меры. Понимаете? Потому что говорить, грозить пальцем и декларативно заявлять, что вот они действуют, эти лаборатории действуют, они представляют угрозу, это одно, если они реальную угрозу представляют, и эту реальную угрозу нейтрализовывают. Фактически сегодня, я опять же не буду забегать вперед, я не хочу говорить о других странах, но конкретно в моей стране, в стране такой, как Грузия, в стране, такой, как Казахстан, ведь население безобидное, население оказалось в заложниках, оно оказалось в заложниках, оно не знает, что с ним делают, оно не знает, чем занимаются эти лаборатории. Наши коллеги в Казахстане, в Грузии, они тоже отчаянно борются с этим злом, но здесь вопрос политической воли. Я думаю, что Российская Федерация как альтернативный полюс, сегодня в мире есть два основных полюса, у которых вооружение в сфере биологической безопасности и мощности, можно так сказать, самые мощные, они самые сильные, и, ну, третье, конечно, Китай, не нужно Китай, Индию, Иран скидывать со счетов, но с точки зрения оружия массового поражения и оружия массового уничтожения, конечно, основными игроками в мире являются эти два полюса. Это Российская Федерация с одной стороны и США с другой стороны. Я думаю, что Российская Федерация не то, что может, она должна это сделать, и, я думаю, уже руководство Российской Федерации может сначала, но сейчас уже появляется понимание того, для чего делаются эти объекты, чему служат эти объекты двойного назначения. Где-то два-три года назад я говорил, что одна такая медико-биологическая лаборатория, когда меня попросили провести параллель, тут же стоит 102-я российская база, я сказал, одна такая лаборатория стоит десяти таких баз, если исходить из масштаба вреда, который она может нанести. И поэтому рассматривать этот вопрос уже не вопрос медицины или биологии или медико-биологической науки, это военный вопрос, этим вопросом должны заниматься военные. Нужно упреждающее действие страны, которые присоединяются к этой программе, они должны четко понимать, что присоединение к этой программе повлечет за собой геополитические последствия, в том числе и ухудшение отношений как с Российской Федерацией, так и всем МОЛДКБ. А в ОДКБ к несчастью сегодня есть как минимум две страны, которые участники этой программы, это Армения и Казахстан, и третья страна, которая еще держится, но ее всячески пытаются захватить эти цели. Сети это Кыргызстан. Там еще сопротивляются, я помню, первая попытка была в 2007 году, и я работал там, и было заседание, в котором я имел честь участвовать, и даже договор у меня копии имеется, тогда канадцы хотели строить эту лабораторию в Кыргызстане, но коллеги кыргызы, они тогда поддержали мою точку зрения, что я тогда, помню, взял выражение «не ставьте бомбу за беднедово действия под подушку кыргызского народа», и мои коллеги тоже из казацких чести, они поддержали, тогда это не удалось, но они не оставляют, вот эмиссары этой программы не оставляют своих попыток построить эти лаборатории на территории Кыргызстана, потому что Казахстан уже фактически тоже в оккупированном состоянии. Казахстан, вне зависимости от того, какого бы официальную позицию он не принимал, мы все видим, что Казахстан находится в векторе ОДКБ ровно столько, сколько Армения, то есть они полностью находятся под влиянием Запада и действуют под диктовку Запада, точно так же, как и действует под диктовку Запада, захватившая власть в Армении хунта и говорит, что нет, знаете, это не так, это было бы как минимум лицемерно. Но что касается Кыргызстана и Таджикистана, то и Туркменистана, между прочим, то переговоры на сегодняшний день ведутся. Я могу сказать, что в Таджикистане эта пролиферация была через различные другие программы, в том числе программу развития ООН, лаборатории по туберкулезу, лаборатории по иммунодефициту и так далее. Но пролиферация существует. То же самое подозреваю, делается в Кыргызстане, про Туркменистан ничего сказать не могу пока. господин Григориан, отходя от темы, но все равно в русле этой темы, такой вот вопрос. Недавно бывший министр здравоохранения Армении Арсен Торусян, который как раз был министром здравоохранения в 2020 году во время вот этой эпидемии так называемой, он сделал такое вот заявление, что 1700-летняя история Армянской Церкви это миф. Вот как вы прокомментируете вот это вот заявление? Вы знаете, вообще-то между нами говоря, было бы до этого существа было бы большой честь, если бы я его комментировал, но я хочу сказать не только вот это существо, которое в конец опозорило кресло министра здравоохранения и после него между прочим продолжает это черное дело продолжает позорить тот, кто сегодня восседает на этом кресле. Я хотел бы сказать, что вот всем представителям той хунты, которая сегодня захватила власть в Армении, узурпировала власть Армении и тем, кто размахивая флагом оппозиции стоит у них за спиной, что армянская святая апостольская церковь и не так их видела в своей жизни. Я это скажу словами одного из наших предводителей нашей Армянско-апостольской церкви. Армянско-апостольская церковь видела не такую шайку политических авантюристов, предателей, изменников. Она видела целые империи. Этих империй уже нет. Армянская святая апостольская церковь, она была и она будет. И вне зависимости от того, что они мычат или кукарекают. Я просто всегда этот пример привожу. Если бы первому человеку, который посмел открыть свой грязный рот в адрес армянской святой апостольской церкви, если бы этот человек был наказан как следует, они бы не расплодились. Это шайка про турецких изменников, которая сегодня выполняет и служит интересам Турции, соседнего злокачественного государственного новообразования, которое оккупировало Арцах. Я думаю, что... Это болезнь, понимаете? Я все это рассматриваю с точки зрения эпидемиологии, и мы должны страну вычистить от этой заразы. А пока... А пока мы ее не вычистили, я бы призвал их помыть свой рот, прежде чем произносить имя Святой Армянской Апостольской Церкви. Просто помыть свой рот, потом просто произносить это имя. Больше ничего. Господин Грикориан, большое спасибо за интересное интервью. Пожалуйста, спасибо вам тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!